Госпиталь для ветеранов ВОИН готовится стать запасной базой для пациентов с диагнозом коронавирус. Сейчас там ведутся работы по проведению кислорода в палаты и подключению увлажнителей воздуха. Одно и двуместные палаты смогут вместить 80 человек. Использоваться эта возможность будет в случае ухудшения эпидситуации. Через маску пациент как раз подается кислород. Через маску. Один из кислородных аппаратов находится в кабинете реанимации, который поместили на первом этаже. Всего такие аппараты разместят в 56 палатах. По одному два в каждой. Плюс 28 аппаратов ИВЛ. Так госпиталь сможет принять 80 возможных пациентов. В целом по городу планируется создать 440 мест. В родильное отделение второй горбольницы мы на всякий случай имеем в виду, что в родильном отделении будет развернуто отделение больных для женщин беременных, которые могут быть развернуты именно для них. А для всех остальных вторая горбольница, инфекционная больница и госпиталь для ветеранов-воин. Сейчас своих пациентов госпиталь обслуживает на дому. Ездят на вызовы и узкие специалисты. Медперсонал, к слову, также готовится к возможному ухудшению ситуации, повышая свои компетенции. Персонал у нас проходит обучение. Обучается не только как лечить, но в то же время они обучаются, как правильно одевать средства защиты, как правильно снимать средства защиты, как обрабатывать, то есть всему этому учатся. В госпитале для ветеранов-воин предусмотрено и 126 мест. В палатах именно для медицинского персонала с лучшим ухудшением ситуации, чтобы они круглосуточно наблюдали за пациентами. Здесь они могут не только спать, но также и готовить себе еду, а также стирать вещи, чтобы не контактировать со своими семьями. Ремонтные работы в госпитале планируется завершить уже на следующей неделе. Ожидаются поставки лекарств и доп. оборудования.